13 сентября церковь празднует память священномученика Киприана Карфагенского. Священномученик Киприан жил в третьем веке и был известным карфагенским юристом. Тогда Карфаген, современный кортаж в Тунисе, являлся столицей Северной Африки. Во взрослом возрасте святой Киприан принимает крещение, затем становится священником и епископом города. Много времени он посвящает проповеди Евангелия и литературным трудам, многие из которых переведены на русский язык. Во время гонений на христиан при императоре Дейке и святой Киприан по просьбе паства покинул город, но продолжал управлять церковью через письма и послания. Это вызвало недовольство части Клира и некоторых исповедников, тех, кто пострадал во время гонений. Исповедники пользовались большим авторитетом в Карфагене. После окончания гонения к ним обратились те из христиан, кто принес жертвы римским богам, чтобы избежать наказания. Исповедники решили простить всех и принять обратно в церковь. Но были и те, кто считал, что однажды отрекшиеся должны быть изгнаны. Святой Киприан предложил компромисс. Отрекшиеся должны принести покаяние, срок которого зависит от обстоятельств. Если христианин отрекся под пыткой, то покаяние должно быть минимальным. Если же принес жертвы богам сразу, как узнал об указе императора, время покаяния должно быть больше. Святой Киприан принял мученическую смерть при императоре Валериане.